Либо вы верите, что наша экономика полная, идет стагнация рынка. Почему недвижимость должна почти подешеветь, если, например, не дешевеют уголцы? Да я уж не говорю про хрущобы и прочие дома. Сходящий поезд – это отмена льготной ипотеки. Ну нафига работать в такой истории, когда риски увеличиваются? Друзья, сейчас YouTube пессимизирует российские каналы. Если вам понравился контент, поддержите нас, пожалуйста, своим комментарием или лайком. Вдвойне будем благодарны, если поделитесь в своих соцсетях. Так видео увидит больше зрителей. Друзья, привет! Мы продолжаем нашу рубрику «Вопросы редактора из-за кадра». Да, действительно, у нас на канале недавно вышел выпуск с каким-то моим мнением, очередным мнением в очередной раз, достаточно похожее на то, что я говорил и раньше в течение, ну практически больше, чем года, но он вдруг выстрелил и набрал там 140 тысяч просмотров. Мне кажется, это потому, что я там утверждал одну вещь, что то, что нужно делать с недвижимостью в данный конкретный момент – это просто вопрос веры. И действительно, я повторюсь, есть два варианта. Либо вы верите, что наша экономика полная ***, и тогда вам нужно покупать недвижимость, чтобы хоть как-то запарковать свои доходы или свои сбережения, потому что будет колоссальная инфляция, которая сожрет все эти деньги. Либо второй вариант. Если вы не верите, что с нашей экономикой полная ***, а вот то, что происходит сейчас с ключевой ставкой и с какими-то действиями Центробанка и правительства, это временное явление, и оно откатится там, не знаю, к следующей весне или к следующей осени, ну тогда тем более нужно покупать недвижимость, потому что сейчас идет стагнация рынка, и как только что-то изменится в положительную сторону, сразу, естественно, цены начнут расти. В качестве примера могу вот что сказать. На днях появилась информация со ссылкой на губернатора Краснодарского края, что должны открыть новый аэропорт в Краснодаре, и туда будут летать самолеты. Ну вот у меня ощущение, что если это действительно произойдет, и если действительно поток восстановится, то, соответственно, цены в Краснодаре могут не скакнуть, но как минимум перестать стагнировать, перестать идти по акциям, а начнут продаваться достаточно активно те объекты, которые на самом деле действительно именно в Краснодаре сейчас находятся в избытке. Ну вот такой мой ответ. Если у вас или ваших клиентов есть неиспользованный материнский капитал, то у меня для вас хорошая новость. Даже если вы понимаете, что его сумма не позволяет решить вам те вопросы жильем, которые хочется, вы можете получать с него доход. Если у вас в 2019 году или позже родился третий, четвертый или последующий ребенок, то у вас осталось всего несколько месяцев, чтобы использовать от государства субсидию в 450 тысяч рублей. Дело в том, что в текущей редакции закона действие этой субсидии прекращается 1 июля 2024 года. А если совместить маткап и субсидию, то получается более миллиона рублей, на которой можно купить комнату или квартиру во многих регионах России. Ее можно сдавать и зарабатывать до 200 тысяч рублей в год или до 15% годовых. При этом недвижимость будет дорожать. Для вас и ваших клиентов это может быть реальным доходом или выходом из сложной финансовой ситуации. О подобных кейсах мы обязательно расскажем. Ссылки в описании. Я не знаю, кто говорит о том, что те все, которые говорят, что квартиры подешевеют, но вот я смотрел очередную аналитику по новостройкам. Это надо очень четко разделять новостройки, вторичку. Так вот, за год бизнес-класс, например, даже не самый распространенный класс в Москве, бизнес-класс подорожал на 7 с лишним процентов за вот эти 9 месяцев, 10 месяцев этого года. Но вот это как раз подтверждение того, что я не отношусь к категории все, это раз. Во-вторых, почему недвижимость должна подешеветь, если, например, не дешевеют огурцы или хлеб? Вы видели, что где-то продукты подешевели? Вот я хожу в магазин или медикаменты, например. Нет ничего подобного. Все только дорожает, особенно импортное. Так с какой радости у нас должно начаться удешевление недвижимости? В частности, новостроек. Конечно, как я уже не раз говорил, нельзя с одним аршином подходить ко всей стране и ко всем классам недвижимости. Есть регионы, где очень низкого качества недвижимости. Она, что называется, не то чтобы даром не нужна, но действительно, чтобы ее покупать, нужно иметь дополнительную мотивацию. Например, скидку. Это я сейчас говорю про вторичку. Если мы говорим про новостройки, то во всех городах, где, ну это в основном миллионники и, например, Тюмень, где есть очень активный строительный комплекс, там во всех городах новые дома, новые проекты качественно лучше всего того, что построено. И даже несколько лет назад, а я уж не говорю про хрущобы и прочие дома. Поэтому человек, конечно же, хочет жить лучше. И поэтому он будет покупать лучший продукт. А если он лучше, то почему он должен быть дешевле, чем то, что построено давно и хуже гораздо качественно. Поэтому я в эту историю не верю. А потом, как я уже тоже не раз говорил, обывателю не нужно думать, ну многие просто думают, что это какая-то замкнутая система. И там вот есть только покупатели, есть только некое энное количество объемов жилья. Это не так. Я знаю, что уже многие застройщики корректируют свои планы на будущий год. Корректируют в сторону уменьшения. То есть они будут меньше строить. А в 2019-2020 году что произошло? Все почему-то думают, потому что это раструбили по СМИ, что основная причина роста цен в 2020-2021 году, это вот эта так называемая льготная ипотека, которая была введена вместе с пандемией. Ничего подобного. Основная причина это сокращение количества предложений, сокращение стройки, которое произошло не потому, что была пандемия, а потому что в 2019 году ввели новые правила. И количество застройщиков на многих рынках просто сократилось иногда даже в разы. Ну и соответственно сократился объем предложения, сократилась конкуренция. Ну и естественно, как только сокращается конкуренция, цены растут. Поэтому в моей картине мира застройщики абсолютно адекватные ребята. Мало того, из-за того, что растет ключевая ставка ЦБ, естественно кредиты, в том числе на стройку или на закупку каких-то материалов строительных дорожают. Ну нафига работать в такой истории, когда риски увеличиваются. Конечно же многие застройщики просто сокращают объемы ввода, не открывают новые площадки. А это означает, что через год, может быть раньше уже через полгода, ну скорее всего не через полгода, а через год и уже в 2025 году объемы сильно сократятся. А может быть не сильно сократятся, все будет зависеть от региона. Где-то на 20%, где-то на 30%. Но все, мне кажется, будет сглаживаться абсолютно той историей, которая будет показывать спрос. Дело в том, что, во-первых, в 2021-2021 году застройщики неплохо заработали. Поэтому у них есть возможность потерпеть. А для них полгода-год это вообще не срок. Даже если они будут продавать крайне мало. Ну крайне мало это что значит? Это значит на 30% меньше, чем они продавали, например, в хороший период. Это не так больно по ним ударит. Они могут сократить какие-то затраты, в том числе на отделы продаж. Поработать в каких-то особых схемах и так далее, и так далее. Поэтому подождать год для застройщика это очень-очень мало. А что произойдет год, через год в нашей стране неизвестно. Может быть, через год закончится СВО, отменят санкции. Даже если не отменится акция, сам факт окончания СВО или какого-то замораживания этого конфликта может существенно изменить нашу экономику. Или какие-то дополнительные договоренности с Китаем, еще с кем. Да все что угодно может нашу экономику вернуть обратно через год-полтора. А это означает, что это отложенный спрос просто сразу будет вывален на рынок. И соответственно он опять же превысит предложение то, которое будет уже к тому моменту. Но это как с испорченным краном. Вы как бы заходите в душ, включаете воду, вам холодная вода, вы вырубаете горячую, ждете пока она станет горячей. В итоге получается, что вы как будто бы увеличили, то есть слишком она становится горячей. Вы тут же вырубаете, опять перебарщиваете и опять через какое-то время становится холодной. Вот то же самое происходит на рынке. Вы можете в ту сторону скакать, а на самом деле все будет очень сильно балансироваться производством. То есть теми застройщиками, которые в данном конкретном регионе регулируют предложение спроса. Ну например, есть те же самые регионы, где нет федеральных застройщиков. Красноярск, я тоже про это говорил. Там уже за этот год сократился объем предложения на 30%. Вот вам, пожалуйста, такой вот факт. Да, действительно, есть такая статистика, что некие остатки у застройщиков превысили какой-то объем, который был всегда. Что здесь очень важно отмечать? Мало того, я думаю, что в марте, в апреле эта цифра будет еще больше. Почему? Потому что многие застройщики хотят сейчас впрыгнуть в отходящий поезд. Что значит отходящий поезд? Отходящий поезд – это отмена льготной ипотеки. Все, кто откладывал, например, запуск площадок на конец 2024 года, не все, оговорюсь, некоторые застройщики, которые откладывали запуск на конец 2024 года, сейчас хотят эти площадки ввести в марте-феврале, чтобы успеть старт продаж сделать на начальном этапе. Почему на начальном этапе очень важно? Потому что на начальном этапе происходит основное наполнение и понимание того, насколько тот проект, который у них есть, устойчивый. И поэтому очень важно до 1 июля, когда возможно, скорее всего, во многих регионах, где очень сильная стройка, отменят льготную ипотеку или заменят ее на какую-то менее льготную, вот всем очень хочется попасть в этот ходящий поезд и что-то попродавать в марте, в апреле, в мае, еще в июне. Поэтому у нас есть время и, конечно же, застройщики увеличат этот объем. И, конечно же, по статистике, по аналитике, где берется не то, что, что называется, подходит к продаже, а берется весь объем от того, что запустилось прямо вчера, до того, что уже строится давно-давно. И вот этот разрыв, конечно же, показывает не затоваривание, а то, насколько аппетиты застройщиков по заработку большие. А потом насчет затоваривания, ну не знаю, вот я недавно был в Нижнем Новгороде, там, на мой взгляд, очень высокие цены. И многие риелторы, партнеры, с которыми я общался, говорят, что в некоторых классах выбрать нечего, в некоторых локациях выбрать нечего. Вот вам и затоваривание. То есть на самом деле во многих регионах присутствует некий дефицит, и поэтому цены высокие. Потому что есть возможность ставить цену выше, чем, например, та же вторичка, которая находится здесь. Потому что проект просто лучше, интереснее, новее, интереснее по инфраструктуре, по решению, да в конце концов по архитектуре, по внешнему виду. Поэтому, конечно же, с точки зрения новостроек, эта история имеет очень индивидуальный характер. И вот это вот затоваривание, это очень условный вопрос. Я бы конкретный город, конкретную локацию, а может даже конкретный район рассматривал отдельно. Да, наверное, существует, я знаю, парочку таких примеров, где прям конкретно в одном из районов города, ну, перебор с предложением. И застройщик, в принципе, это понимает. Крупные застройщики, которые строят в этой локации, они делают акции. Они делают разнообразие планировок, потому что действительно планировки очень сильно влияют. Одно дело, когда ты продаешь, не знаю, 10 планировок. Хотя еще не так давно во многих локациях продавали, в одном жилом комплексе было всего 4-5 планировок. А теперь ты делаешь 45 планировок. От маленькой студии, не знаю, на 18 метров, которую покупают для определенных целей, в том числе для инвестиционных, до 4-комнатных квартир. Можно одних двушек сделать с десяток. И это как раз дает некую разницу с точки зрения покупательского спроса. Ну, в общем-то, в этом смысле, еще раз подчеркну, что нужно к затовариванию, так называемому, относиться очень индивидуально и анализировать конкретную локацию, конкретный ценовой сегмент. Я не вижу в целом, особенно если мы говорим про всю страну, вот этого так называемого затоваривания. Не вижу. На рынке появятся всякие схемы. Гадание такое в пользу бедной. Правительство, регионы должны прямо напрячься. Продолжение следует...